Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Аминь. Вот. Это у нас вчерашний день. Номер 442. События дня. Второе. Коринфянам 3.17. Господь есть Дух. А где Дух Господень, там свобода. Там свобода, только там. 26 февраля 2017 год. И дальше коротко прочитайте. Об утренних молитвах, что здесь написано. Тормозните и прочитайте. Вот, прочитайте и все. Тут мне пишут, вот, вчерашний, что. Кто-то пишет. Игнатий Тихонович, вы уж простите меня, где что не так. Игнатий Лапкин. Да я и не имею ничего непрощенного на кого-то. И меня простите. М пишет. Спаси Христос. Вы, надеюсь, знаете, что как отца своего, или как скорее дедушку, люблю вас и Надежду Васильевну. Вы вдвоем открыли мне православие. Люблю с открытыми глазами. Знаю, что вы все, мы все несовершенны. Но потому и люблю. Вчера зашел какой-то один, Рустам, и тут ролик будет стоять. Я его крепко обречил. Он дальше пишет мне. Рустам, спасибо вам огромное за наставления, советы, обречения, поддержку и полезную информацию. Буду над собой работать. Ну, я скажу, что ожидание могло быть и другое. Потому что первый раз человек и так это все слышит. А оказалось, вот, благословен Господь. Вот что-то еще один зашел. Боюсь открывать потом. Вот мой мир. В моем мире, вот я уже перетащил вчерашние ролики какие были. Это 6-7 роликов вставляю. Это вот мы были в Покровском соборе. Вот епископ идет. Вот тут все на улице уже темнялось, видать. А Эдуард Пишман первый раз. Ну, мешает он, открою. Что он тут может сказать? Невозможно и запрещено. Просит об деревне. Я ему... Что он пишет здесь? Прочитай. Прошу прощения. Можно узнать, почему запрещено. Оно понятно. А почему? А почему невозможно? Ну, принять надо им все. Почему я должен объяснять? Условия какие. Я же вижу, человек о себе пишет. И он такой-то был. Там-то у него не заладилось. С теми он там поспорил. И только на спортивном. То есть ни работник никакой. Да еще и болезный. В деле ты еще ты будешь неженатый. 27 лет. Что ты будешь делать там? Это не про этого, может быть, я говорю. Вчера тот, который был. Ну, вот такой ответ. А этот как раз много-много о себе написал. Именно так, да. Это вот фишман и написал. Уехал в Германию. И там живет. И ни с кем не ладится. И вроде приедет. Все наладится. Еще тут не наладится. У нас были такие. Пришлось уже после обеда домой отправлять. Вам зачем это? Нет. Тут должны быть молодые с детьми. Тогда будем разговаривать. Не ворует, не пьет, не курит, не матерится. Вот. Не лжет. Вот пять условий. Ну и... Вот. Спрашивают о постах. Вот тут написано. Заходи на наш православный форум. И на первой строке, вот здесь. О святых постах. Вот. Три страницы целых. Очень много написано. О постах. Вот здесь. Ткни только его. На первой строчке. Она может на второй быть. Я сейчас еще кое-что добавлю. И у нас Ютуб. Вот в Ютубе тут много что. Вот что-то Михаил даже вышел. Вот эти ролики. Эти за ночь администрация, модераторы работают. Ставят. А я утром только снимаю. Сам я закачиваю очень редко. Вот вчера закачал только два. Вот это о Метрополите. Сейчас покажу его. Вышли мы на улицу. Снимай, снимай. Вот там. Не переживайте. Продолжение следует... 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 А если ничего того нет, в чем си обвиняют меня, то никто не может выдать меня им. Требую суда Кесарева. Вот интересно, мы сейчас считали одно занятие. Как оно называлось-то? Забвение. А? Забвение. Забвение. Вот. И приведено 86 выдержек из священного писания. 86. Дальше. Так. Теперь ответ. Первое. Ветхом Завете Библии. Первое. Недостаточно одного свидетеля против какого-либо в какой-нибудь вине, или в каком-нибудь преступлении, или в каком-нибудь грехе, которому он согрешит. При словах двух свидетелей, или при словах трех свидетелей, состоится всякое дело. Если выступит против кого свидетель несправедливый, обвиняя его в преступлении, то пусть предстанут оба сей человека, у которых тяжба пред Господа, пред священников и пред судей, которые будут в те дни. Судья должен хорошо исследовать, и если свидетель тот свидетель ложный, ложно донес на брата своего, то сделать ему то, что он умышлял сделать брата своему. Итак, истреби злой среды себя, и прочие услышат и убоятся, и не станут впредь делать такое зло среди тебя. Да не пощадить его глаз твой. Второзаконие 19.15.20. Тысяча шестьсот лет до Рождества Христова. Далее по Рождеству Христовым. Второе. Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, не спасется. Притча Соломона 19.5. Тысяча лет до Рождества Христова. Третье. В книге пророка Даниила, 13 глава, повествуется о том, как два старца, судьи и старейшины, по предварительному сговору, оклеветали красивую и богобоязненную жену Сусанну, бывшую замужем за очень богатую и почтеннейшую из всех. Почетнейшую. Почетнейшую из всех. Сусанну путем шантажа беззаконные судьи принуждали к сожительству с ними, якобы ими захваченную в момент прелюбодеяния с юношей неким. За отказ от даций они оклеветали ее, и суд приговорил ее к смертной казни. Но молодой юноша Даниил, уже близ Эшафота, произвел допрос, выявив истину. И поступили с ними так, как и они зло умыслили против ближнего, по закону Моисееву, и умертвили их, и спасена была в тот день кровь невинная. Стих 62. Память 30 декабря. Новый стиль. 600 лет до Рождества Христова. Второе. В Новом Завете. Писал. Я писал, вам не сообщаться с тем, кто остается злоречивым или пьяницей. С таким даже не есть вместе. Внешних же нечленов церкви судит Бог. Итак, изверните развращенного измеды вас. 1 Коринфянам 5.13. Первый век по Рождеству Христовым. Второе. Разве вам позволено бичевать без суда? Деяние 225. Первый век по Рождеству Христовым. Апостол Павел. Третье. Павел сказал, я стою перед судом Кесаревым, где мне и следует быть судимым. Деяние 25.10.26.32. Четвертое. Апостол Павел сказал, я принужден был потребовать суда у Кесаря. Деяние 28.19. Третья. Книга правил. Первый десятый век по Рождеству Христовому. Суд должен производиться не по вражде, при страсти или человекоугодию. Карфагенский. 16. Правило. 318 год. Обвиняемый может отводить подозреваемых им судей. Кирилла. Первое правило. И может просить нужного времени для своей защиты. Не должно принимать доносителей, у которых одно из многих приносимых обвинений уже было исследовано и осталось недоказанным. Карфагенский. 145. Правило. Обвинение от одного, даже епископа, не приемлется. Карфагенский. 147. Правило. Кто не явится по повестке в суд, по нужде и в двухмесячный срок, не должен быть в общении и доколе не очиститься по делу. Карфагенский. 28.29. Верующим разрешается просить гражданские власти для обуздания пренебрегающих повеления Божьи и царские. Уголовный гражданский кодекс. Премудрость. 3. 1879 год. Для обуздания таких и приведения в порядок. Карфагенский. Карфагенский. 78. 59. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 4. 5. 4. 7. 7. 7. 8. 8. 8. 8. 9. 10. 9. 9. 9. Не достает времени процитировать законы правила святого царя Герейца Юстиниана за мужеложество и скотоложество, повелевающее отрезать детородный член, клеймить лоб каленым железом и ссылать в рудники. Сравни. Регистрация всех меньшинств мэра Москвы Гавриила Попова бывшим и прочие указы старого царя христианина. Святого. Святого царя христианина. Ты что в самом деле-то проснись. Итак, верующий может искать защиты от беззаконий у мирской власти или просить ходатайства от других о том и о пересмотре его дела. Иосиф сказал, находясь в тюрьме бессрочно, сделай мне благодеяние и упомяни обо мне фараону и выведи меня из этого дома, ибо я ничего не сделал за то, чтобы бросить меня в темницу. Вот как нужно отвечать, сколько мест от всего выбрано. Заявление в суд. Так, написать в суд. Заявление. То есть, да, правильно разрешается судиться с епископом. Да. Теперь дальше идем. Когда это просчитаешь, то много его знаешь. Вставляю, чтобы можно было записать. Видите, какие вопросы большие. Вопрос восемьсот восемьдесят пятый, второй том открытым окном. По местному телевидению ГТРК были показаны два фильма, направленных явно против вас. Есть ли в них что-то справедливое или они снова только клевещут? Будете ли вы требовать от них сатисфакции, то есть возмещения ущерба? Ответ. Я могу зачитать несколько документов по этому делу. Мы заявили протест от общественности и просили дать выступить мне на телевидении. Нам отказали. Теперь дело находится в суде и будет выиграно. Исполняющему обязанности генеральный директор ГТРК Алтайцы ССОВЕ Копия, главе администрации Алтайского края Сурикову АА, главе городского самоуправления города Барнаула Баварину ВН, уполномоченную по религиозным культам по Алтайскому краю Бронникова В. прокурору Алтайского края Праскуну Юрий Федорович. Видите, куда сразу направились. Заявление протест. 17 марта 2001 года, 17.00 по телепрограмме ГТРК, Алтай под названием на лестничной площадке ведущая Прокофьева и В. были показаны находящиеся в студии представители различных религиозных конфессий. Общая тема встречи, тотальные, тоталитарные секты. Присутствовали православный священник, руководитель адвентистов седьмого дня, руководитель секты «Новая жизнь», кришнаиты и другие ревневиданные ранее на территории России, чисто сатанические секты. Программам были введены кадры из заказного фильма «Лавриненко. Пролог». Заказ КПРФ «Итриненко» и от КЗС Алтайского края июль 99-го года. О детском православном лагере «Стане» в поселке Потеряевка начальник лагеря «Стана» Лапкин Игнатий Тихонович. Детский православный лагерь «Стан» существует уже 27... Подожди. Ага. Конечно. Показать ничего не смогли, кроме... Подожди. Это... А... Чё ты скачешь-то? Этот поносный фильм многократно прокручивается в эфире полностью или отдельными кадрами с жуткими лживыми комментариями партийной номенклатуры и работниками ГТРК «Алтай». Вот где, смотрите, что есть в яви тоталитарная секта. Конечно. Показать ничего не смогли, кроме прослезившегося ребенка из неполной семьи, впервые покинувшего городскую квартиру и сказавшего «Хочу домой». Это главный криминал. Детский православный лагерь «Стан» существует уже 27 лет. В нем отдохнули и проправили здоровье около 2700 человек. Государство не вложило в него ни рубля. Все держится только на энтузиазме глубоко верующих начальника и персонала. За 27 лет не было ни одного несчастного случая, ни одного заражения, ни одной серьезной болезни в лагере «Стане». Этот лагерь зарегистрирован был в краевом отделе конзюстиции от двух православных общин РПЦЗ. Воспитание строго православное, чистое, целомудренное, в трудах и в молитвах. Лагерь необычен тем, что нет в нем возрастных групп, нет сезонности. Вместе с детьми живут родители, бабушки, дедушки. Снятый лагерь и фильм «Причувствие» Свердловской киностудии занял первое место на международном киноконкурсе в Югославии среди документальных фильмов о православии. Златоуст из Потеряевки – первое место в России. Лагерь «Стан» назван надеждой, искоркой возрождающейся России. Главный лозунг в лагере «Стани» на видном месте – «Россия должна встать». Но маховик безудержной травли от КПРФ Петренко и ВС продолжает раскручиваться. В 1999 году за два с половиной месяца летнего сезона в лагере «Стани» побывало 15 краевых и районных комиссий к уничтожению лагеря Петренко. Пытался привлечь даже старейших служителей церкви, вплоть до епископа Антония Алтайского. Выступал несколько раз по радио КЗС «Краевое законодательное собрание». Правдивая статья Снегиревой в российской газете 20.06.2000 года. «Долгий путь и остановка Потеряевки» назвала всю эту демоническую кампанию в травле детей «Шабашем нечистой силы» на Алтае. Сразу же в лагерь «Стан» прибыла в 8.30 утра большая комиссия во главе с первым замом губернатора Алтайского края Шойхетом. «Яков Нахмановичем». В составе комиссии были главный врач старом губернатора Алтайского края Шалдан, его первый зам Хорхорошев, Петренко, глава администрации района Метелев, глава сельсовета Старщиков и другие. И после осмотра всего Шойхет сказал, что «Я никак не пойму, почему Лапкинг Датя Тихач должен, 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 если ему государство не выделило ни рубля за 27 лет. Детям здесь нравится, родители довольны, так почему же мы должны мешать?» Я считаю, что должен быть только один вопрос, как краевая администрация может помочь детскому лагерю Стану. Вот этот Шойхет, это еврей, он доктор медицины, не просто доктор, а докторское звание, профессор, и он мне делал операцию. И приехал, как хорошо знакомый человек, везде все обошел, попил, попробовал, на пруд пошли, сидели. Ну, даже не выскажешь, какой доброты человек. А вот евреи, они то другое, то другое. Я называю, вот, которые рядом, другие это, русские, уничтожали все. Еврей приехал и снял осаду. Дальше. Детям здесь нравится. И все. Как говорится, сдохла собака. К лагерю Стана более никто не приближался. Ворота разблокировали, и до конца сезона жили свободно, славя Бога Христа. Только последние передачи ГТРК «Алтай» допускают около десятков живых поношений, дискредитируя уникальный православно-детский трудовой лагеря Стан. В открытую изрекают на весь край абсолютно недоустоверные сведения, умышленную заказную ложь. В лагере Стане спят по 10 человек в келье. Тесно. На самом деле и вместе с воспитателем не бывает более 8 душ в одной келье. Келья – это избушка, мазанка, как на Украине. Под шифером стены плетень, отштукатурены с двух сторон. Санэпидемработники называют курятники. Второе. Спят на общей постели. В действительности же у каждого насельника свой матрас отдельный. Подушка, одеяло и чистые простыни. Третье. Спят все вместе без различия полов. По программе РАПСа. По образцу воспитания в школах, по вседневных безбожных лагерях. В действительности же православном лагере Стане воспитание строго целомудренное. Мальчики и девочки никогда не купаются вместе, даже не видят друг друга на пляже. Келью, где отдыхают, спят девочки. Мальчики не имеют права даже подходить. На мритве стоят поврось. 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 В играх мальчикам запрещено даже прикасаться к девочкам. За обедом мальчики и девочки сидят раздельно. Четвертое. Родителям запрещено появляться в лагерях Стане. Это они говорят. В действительности же почти все родители бывали неоднократно в лагерях Стане. И большинство из них жило там целое лето с детьми. И при том не один год. Дети из Грузии, Украины, Москвы и других дальних городов всегда приезжают со своими родителями или бабушками. Пятое. Родители платят огромные деньги. Да знает ли они откуда идут их средства? В действительности же 55% всех насильников лагеря Стана из года в год содержится полностью бесплатно. И при том старается бесплатно частично обеспечить нуждающихся одеждой и обувью. Иногда покупают билет на обратную дорогу. Начальник лагеря Стана, обслугой 7 человек, за 27 лет не получили от государства на свое содержание ни рубля. Все работают бесплатно, только за пропитание. Максимальная плата за ребенка в лагере Стане ниже государственной в 3-6 раз. Учитывая, что в государственных лагерях оплачивается 90% государством и только 10% родителями, а у нас же все 100% расходов ложится на родителей. Легко представить, с каким неимоверным напряжением в сил приходится держать лагеря Стан. Содержать лагеря Стан. Ты постарайся донести, чтобы для людей слово-то, не просто пробарабанить. И таких лживых, бессовестных выпадов против лагеря Стана, его начальника еще добрый десяток. И чтобы уж была совсем наглядная картина, тоталитарной секты живописуют образ начальника лагеря Стана Лапкина Игнатия Тихоновича как согбенного старца, согбенного старца, из кармана которого трещит мобильный телефон. А в то время телефоны были вот такой вот, как утюг. Можно было, если ударить, то не встанешь. Грех и смех. Дьявол ни в чем не знает меры. Так, в МК на Алтае 27 мая 1999 года изобразили черта с хвостом и рогами, с наручниками и плетью. И чтобы уж никто не сомневался, где обитает тоталитарный черт, над головой его высветилась надпись «Община отца Игнатия». Мы родители своих детей. Ни одно лето отдыхающие вместе с ними в детском... Ой, ёй, 29 страниц. В детском лагерном православном лагере Стане в честь священномученика Климента Анкирского, находящего в поселке Потеряев, Камимонтовского района Алтайского края, просим органы власти принять соответствующие меры против безумной сатанинской травли Лапкина Игнатия Тихоновича, основателя и начальника детского православного лагеря Стана. Шабаш нечистые силы на Алтайе продолжаются. Лапкин Игнатий Тихонович сумел всем доказать и показать, что можно и в бедности жить красивой, здоровой и интересной жизнью, с верой во Христа Иисуса. Пока существует этот лагерь Стан, всем чертям тошно... Всем чертям тошно, чертям... Ну что-то вы думаете, что... Чертям тошно... Ты уже никогда такого слова не говорил. Вот они вылазят под разными фамилиями, в разных структурах КЗС. Как краевое законодательное собрание. На радио, печать, телевидение. Пока существует этот лагерь Стан, где детей воспитывают в вере во Христа Иисуса, в строгости и трудолюбии, всем становится ясно и видно, что иные методы воспитания и все безбожные лагеря есть не что иное, как гноники разврата, рассадники наркомании, сквернословия, табакокурения, воровства матерщины и других пороков. Этот православный лагерь образе чистоты и святости, как смертельная кость в горле губителей России. Лапкин Тихонович неоднократно обращался к председателю Совнардеп Назарчуку. Предоставьте ему хотя бы пять минут на сессии депутатов, чтобы изложить суть дела. В этой просьбе отказано. Просим предоставить Лапкину и Игорь Тихоновичу на готов толка и выступить опровержением и разъяснением. И в этой просьбе решительно отказано Пименовой. В указ на Алтае подана статья опровержения той статьи 27 мая 1999 года. И публикация ответа разъяснения опровержения отказана. Беспокаянные лжесвидетели, разносчики лжи делаются неисправимыми слугами дьявола. Евангелие Теона 8, 44. Когда говорит ложь, говорит свое, ибо дьявол есть отец и отец лжи. Лжец не спасется, погибнет. Центральный суд города Барнаула. И дальше от кого, где кто живет, Петренко, кто-то все это, пример ли этот, уехал, Дмитрий, да. Исковое заявление о защите чести, достоинства и взыскании компенсации морального вреда. Я просто сейчас покажу, можете прочитать вот это вот, посмотрите. Слава тебе Богу. Буду пропускать. Это суд был, это не просто так. Картина. Я их всех нашел. Говорили, ничего нельзя сделать, там они в Москве, у них МК, ничего нашли. И когда суд уже вырешил, считайте здесь, они не хотели платить. Я обратился в прокуратуру города Москвы, их сразу захватили и наложили такой штраф на них с конфискацией всего, что у них есть, с помещением вместе. Они сразу рассчитались. Оказывается, есть еще люди, которые понимают по правде как. Вот смотрите. Ну, кому надо, тот тормозит и прочитает. Мы и так много прочитали. Все процессы до единого я выиграл. Они оплатили, чтобы суд... И вот откуда все это было. Смотри, вот отсюда, прочитай. Спрашивает Лавриненко. Возможно ли примирение московской патриархии и зарубежной православной церкви? Лапкин отвечает. Возможно, но только через покаяние. Кто должен каяться? Все нужно начинать с себя. Тогда путь открыт. Нужно разорвать это внутреннее стеснение. Направленности вины на другого. А если считать, что виноват кто-то, и он мешает достичь цели, тогда сначала я должен того устранить и убить. Тогда переграда устраняется. А это не всегда удается. Тогда сначала я должен того устранить и убить. Так. Это они тогда, опять же, повторяют. Тогда сначала я должен того устранить и убить. Опять, это уже фильм делает. Сначала я должен убить и устранить. Конец этой последней фразы. Ты где? Конец фразы, составленный из извещения Иоанна Златоуста и Педра Михайловича Достоевского. О чем Лавриненко даже не догадывается. Отрезает и трижды монтирует одно за другим, как бы провозглашая. Вдал, бля, вы мозги зрителей. Так вот, чем Вера Лапкина. Устранить, убить. Устранить, убить. Устранить, убить. Лавриненко не слышит Лапкина. Воспитатели детей. Ибо Лавриненко четкая программа. Поразить пастырь и рассеяться опцы. Захарий 13.7. Он ищет подавление личности ребенка. Нарушение Международной Конвенции о правах ребенка. И дальше. Ребенок на вышке, как было. Дальше уже считайте сами. Это уже история. Но ее интересно показать. Ой, как они беспокоились. Вот я показываю. Тормозните и прочитайте. И опять. Вот какие статьи были указаны. В какое время. Все статьи-то положительные были. А эти спецзаказ выполняли. Поэтому торчит мобильный телефон. Вот. Который ребятишек там не встретишь. Местных. То есть все ложь. Одна ложь. По 10 человек. Ранний и поздний отбой. Родители не видят. Их сюда не пускают. А они там и живут у нас. Свидания с детьми здесь запрещены. Ну и просят. Ни одного слова нет истинного. Потеряческая община в полной изоляции находится. Ну что ты. Так. Община так. Принимать какие-то решения. Члены общины. Без разрешения Лапкина не могут. Отчислять доход в общину. Ну то есть. Это не что иное. Как тоталитарная секта. По всем этим пунктам. Полное опровержение дал суд. И те которые сегодня. Ну они скрываются. Ники. Аватары там. В интернете. Я их только этим старые подниму. Сразу прихлопну. Но до них не надо. Это пустое все. Открывается дверь. Ходит дружинин. Кто такой. Я даже разговариваю. 20 человек. Их там было. Одно судя. Я должен разобрать. Когда они по телевидению выступали. И вот прочитайте. Это было непросто. И что дальше говорит. Доводы дружинина. О необоснованности возбуждения уголовного дела. Изложенные в неоднократных обращениях в органы прокуратуры. Признаны несостоятельными. Отменено незаконное постановление суда. По делу возобновлено. Я сколько раз спросил. Вечером на жизнь раньше удом был насчитывать. Прямо на ходу спишь. Не годится это. Возобновлено. Ну против Геннадия Петровича. В связи со смертью. От страха умер. Все. Он там метался по комнате. Разговаривает уже мне суд. В студии там сказал следователь. Благочисленные свидетели, допрошенные в ходе следствия, подтвердили, что Лапкин, что? Считай дальше. Не совершал тех поступков, которые его... Где ты? Которые идут? От упорочных его честь, из достоинства которой распространял Дружинин. Прокурор Края? Прокурор Края, государственный советник юстиции второго класса Параскун. Юрий Петрович, это генерал-лейтенант. Ответ. Ну дальше я говорю по закону, как и что надо было делать. Их захватило и поволокло. Теперь они уже ничего не могут. Начальник, генерал-лейтенант снятый был с работы. Начальник УВД Края. И тут дальше, 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 дальше все. Что там было? Полный разгром. Кто главные статьи писал, нашли убитым его. Вот считайте, священник встретился со священником. Я тогда позвонил ночью, Антоний был. Я говорю, так и так, у нас хорошее отношение. От вашей стороны, с чего он прилетел, с чего там вообще не касается. Остаков Вячеслав Владимирович, священник московской патриархии. Я буду обязан рассказывать, кто он есть. Он сразу же ему ночью позвонил, и он больше ни разу не пришел. А что там? Епископ, он его кинет, как пешку какую. Дальше. Как отвечали. Все начали отказывать. Все от черта от этого, что нарисовали. О которых Педяев писал. Тот сбежал, и нигде нету. Ни в Барнауле, нигде. Во всемирный розыск не стали его. Просчитывайте где. Я оставляю тут. Просчитать только. Увеличится того, что я не сижу где-то в углу. Дальше я уже пишу. На основании изложенного прошу. Это судебные документы. Вот они где. Сдружинины, сколько взыскать, суду и прочее. Так. Пиши. Суд о лагере. Ну ободрись маленько. Ущипни себя, трешь руки как намыленные. Нехорошо. Пренебрежительно. Не трей. Зачем это? Сегодня смешно, а завтра будет горько. Это не надо делать. Вот. Теперь. новый берем вопрос. Высвечиваем его уже в ворде. И опять норма ему 20 шрифт дать побольше. И вот теперь начинаем считать. Сотвори молитву-то. Давай. Сейчас. Господи помилуй. Вопрос 66032. Пятый том. Когда доказано судом, что клевета была в печати или по телевидению, то как суд может восстановить справедливость? Есть ли какие-то нормы, чтобы все было по совести, была восстановлена справедливость? Какой хороший вопрос. Так. Мне суда... Что? Мне судья дала задание написать, чтобы я уточнил мои требования во время суда, как то было указано краевой коллегией. Вот как это выглядит. А уж что из этого выполнят, посмотрим. Как там опять? Исковые? Дальше прочитайте. И какие требования мои были? Я это написал. Так. 62 минуты мне нужно, чтобы дали они. Я обсудить действительно, я уже много знал, как вести. Хорошие были представители суда у меня, ну как адвокаты. Просто прочитаете. Дальше. Четвертое. В заключение рассказать о том, что мы проповедуем личное и общественное покаяние во Христе, возрождение России на основе православия, призвать всех слушающих, верующих и неверующих к честной и добросовестной жизни, сказать о недопустимости никакой лжи, только в этом случае у нашего общества появится шанс выжить. Это было уже в третьем году. Уже 22 февраль 2003 года. Еще раз я поднимаю кверху. О чем здесь весь идет? Оправдание. Пиши сейчас суд. оправдание в чем? Все. Снова смотрим. Новый вопрос. Суды это не просто так составить было. Вот сколько из чего вопрос задан. И его надо ответить. Видишь, какие у меня огромные материалы накопленные. Они лежат в папках, а мы их озвучим. Люди желают это услышать. Просят озвучить. Ну и вот теперь дальше смотрим. Вопросы. Так, вопрос 1499. Пятый том открытый МОК. Сколько вы получили по суду с оскорбителей своих? То есть процесс выигран. Это люди мне задают в университетах и везде. Вот дальше какой порядок. Судебного пристава у Москвы. Управление где. Все здесь. Я тебя просто прокручу, чтобы видно было. Какой адрес. Какое дело. Суд отмечает. Что? И вот дальше считай к черному. Так, суд исходит из факта добропорядочного поведения Лапкина Игнатия Тихоновича. А также правомерной деятельности трудового лагеря СТА на поселке Потеряевка. Начальником которого он является. Даша. При этом суд учитывает, что религиозной деятельностью Лапкина Игнатия Тихоновича занимается длительное время. Является достаточно известным человеком. Факт распространения в отношении его вышеуказанных сведений в таком средстве массовой информации, как телевидение, усугубил и попрал в большей степени честь и достоинство Истца. Ну, дальше пошли свидетели, которые пошли, выступали и все доказали. Ни одного слова не было. То, что там спят вместе, подушек нет, ну, ранних подъем. То есть ни одного слова не было. Ну, ясное дело, суд должен был решить. Вот так. И факт. Недостаточно времени для отдыха детей в лагере не установлен в судебном заседании. Дальше. Лапкин не является старостой Потеряевской общины и не может влиять на объем прав человека. Ну, и так дальше. Что они говорили. Указанная информация для Истца является негативной, поскольку сущность термина тоталитаризма представляет собой деятельность, основанную на полном господстве над всеми сторонами жизни общества. Насилие, уничтожение демократических свобод и прав личности. Учитывая специфику осуществляемой Истцом деятельности. Дальше. Суд решил признать честь, достоинство и... Куда ты считаешь? Ну, я уже выделяю вот. А, признать порочищами честь, достоинство и деловую репутацию Лапкина Тятихановича, сведения, распространенные ГТРК Алтай, передачи на лестничной площадке. Ну, вот какое первое. Какие признали порочищами? Его Лапкина можно встретить в образе убогого старца, из кармана которого всегда торчит мобильный телефон. У меня его и не было даже близко телефона. Лапкин обещает воспитать детей в лучших традициях православной веры. Именно на это клюют родители. Тоже этого не было. Местных ребятишек там не встретишь. Видимо, лагерь не внушает доверия. Четвертое. Четвертое. В маленькой келье по десять человек спят без различия пола и возраста. То есть суд все это опроверг. Пять. Ранний подъем и поздний отбой. Шесть. Родители всего этого не видят, так как их сюда не пускают. Седьмое. Родители вкладывают немалые деньги за детей. Восьмое. Родители не знают, что они спонсируют зарубежную православную церковь. Девять. Свидания с детьми здесь запрещены. Десятое. Жители потеряевской общины имеют еще меньше прав, чем воспитанные им дети. Одиннадцатое. Принимать какие-либо решения члены общины не могут без разрешения Лапкина и Гнатия Тихоновича. Сидели придумали, это целый коллектив, там были еврейские организации, прокрессора задействованы. Все надо было составить и отдать в печать. И суд теперь имеет право, да, по словам тех, кто хотя бы... Раз побывал в потеряевской общине Лапкина и Гнатия Тихоновича, ясно, что это не что иное, как тоталитарная секта. Все опровергнуто было. И тринадцатая потеряевская община находится в полной изоляции. Вот так. И дальше. Сведения. Сведения Дружинина Дмитрия Геннадьевича о том, что Лапкин соблазнил его бросить институт, что из-за Лапкина Игнатия Тихоновича потерял все и специальность, и был жесткой депрессии, сломался. Жесткой депрессии, сломался. Лапкин сказал ему, следуй за мной, я беру за тебя всю ответственность на себя. То есть этого ничего не было. Не было, не говорено, не бросил, ничего этого не было. Никто его не уговорил, он безвольный абсолютно такой, тюхтя. И суд доказал это все. Ну и взыскать. Что-то цена такая нарочечная, но главное, что доказано. Какие судьи, все указано. Так, теперь суд, выигрыш, стоимость. Стоимость. Ладно, ладно, не надо ничего. Неправильно написал. Так, дальше. Теперь еще раз смотрим. Вот вопрос. И теперь надо увеличить все, чтобы можно было просчитать. Вопрос 1522. Вопрос 1522. Винок вина, который вина, который вина, вина, вина. земли а я буду возвещать вечно буду воспевать бога иаковлева а какой чаше здесь идет речь почему кипит вино полное смешение что подразумевается под дрожжами 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 и вожделенно ли это вино для нечестивых коли не выпив уже все выжимает дрожжи конечно дрожжи дрожжи а дрожжи это указание дрожжать надо от холода а дрожжи не три руки то дальше ответ бог судит после долготерпения смысл слова опьянение бессмысленность в этом состоянии так и грешник когда он одержим духом блуда греха он тянет и тащит на себя гнев божий и одно наказание за другим даже как бы с ненасытимостью как россия не выпит еще чашу гулаговскую а уже по новой добирает доверху чашу мерзости и в этом ей усиленно помогают жители патриархии не облегчая правителей кривителей не может отстать зла кривители правители это как раз видение патриарху алексею второму как говорят было от феодосия пещерского он так назвал исаи 19 14 господь послал в него дух опьянения и они вели в египет заблуждение во всех делах его подобно тому как пьяный бродит по блевотите своей лука языки 23 34 и выпьешь ее и осушишь и черепки ее оближешь и груди твои истерзаешь ибо я сказал это говорит господь бог уже по всем щелям сусеков до скребать всем щелям по щелям сусеков за скребает ища наказание посмотрите как одеты женщины все от малой до убогой и престарелой все в брюках все мерзели второзаконие 22 5 на женщине не должно быть мужской одежды и мужчина не должен одеваться в женское платье ибо мерзок пред господом богом твои всякие делающие сие что разве священники ни одной из них не причащают они ни слова не говорят им про это а если бы запретили порог церковный переходить кто надевал бы хотя бы раз эту мерзость то попы с голоду бы все поперемерли так как доход церкви идет фактически только от внешних посетителей в туристов и римея 28 ибо лишь только начну говорить я кричу о насилии вопию о разорении потому что слово господне обратилась в поношение мне и повседневное посмеяние исаи 51 17 воспряни воспряни восстань иерусалим ты который из руки господа выпил чашу ярости его выпил до дна чашу опьянения осушил и римея 13 13 а ты скажи им так говорит господь вот я наполню вином до опьянения всех жителей всей земли и царей сидящих на престоле давида и священников и пророков и всех жителей иерусалима языки 23 33 дальше опьянение и горести будешь исполнена чаша ужаса и опустошения чаша сестры твоей самарии при обещании помилования и его воду и трезвость и живость мыслей исаи 51 22 так говорит господь твой господь и бог твой отомщающий за свой народ вот я беру из руки твоей чашу опьянения дрожжи из чаши ярости твоей ты не будешь уже пить их понятно то есть я объясняю сколькими местописания то что задали мне напиши суд чаша гнева ну и попутно я тебя спрошу почему я считаю не сплю а ты спишь почему и притом из раза в раз и за дня в день я каждый раз говорю ты вечером ложись пораньше я ложусь раньше но я встаю раньше и сегодня вот первый час только начался я уже первый час ночью я уже здесь сделал а потом утром стало раньше еще часа на полтора на два почему то с ними ответственности нету все вот так это позволяете себе такое расслабление да возьми что-то иголкой там или ущипни себя вот теперь снова ответа никакого нет небережение ты не думаешь что будет другой момент а я там ободрюсь и и другом не надо проспишь особенно часто просыпает когда замуж выходит или женится дальше вопрос 1599 6 том открытым оком дали ли вам возможность печати выступить как уже принято в том решении суда что вы написали в газету ответ и решение суда вынесено и статья у них на столе лежит лежит и лежит да так они и не починились суду и на исполнительные листы уже у приставов все стоит на месте вот статья этого несло ветром 50 страниц ну дальше прочитайте сами это моя статья уже все решено вынесено и до конца упирается пока не будет вот они стат не штатная плата теперь сотрудник подполковник вот этот кляузе он писал какие все описано чего я просил от них дальше лапкин не совершал тех поступков поручих его честь и достоинства которые распространил дружинин прокурор края пороскун отвечает уже все отмечено уже суды прошли уже штрафы идут и старой пиа в печати так и не печатают ну то есть бесчестно дали бога нет поэтому еще спрашивать пахты посмотрите что я открываю лавриненко видите как я показываю документы это статья из документов ну и как по-другому то мы мы же лично то не встречаемся там рисунок говорили само собой нет имеет связь связь с тем что написано и и поэтому художника курдюмова тут-то засыпили дальше исполнительные листы считаю вот это прочитаем я написал их со 57 13 когда ты будешь вопить спастет ли тебя сборище твое всех их унесет ветер разве дуновение а надеющиеся на меня наследует землю это я написал статью чтобы они напечатали как было сказано унесенные ветром унесенные ветром это вот эти все что воевали дальше вот какой они написали ну ладно одна ложь 47 лжей написали в одной статье только вот теперь ты кому интересно то можете прочитать суд как решил данный суд исходит из факта до порядочного поведения лапкина гнатия тихоновича а также правомерной деятельности их трудового лагеря стана поселке потеряевка начальником которого он является все остальное свидетели которые прошли в суду все это ясно было и притом фильм которое про меня ставили то и вот там же суды посмотрели дальше факт факт недостаточного времени для отдыха детей в лагерях не установлен в судебном заседании не было этого ранний подъем то есть по порядку все что они говорили все тоталитаризм все это полностью было опровергнут и теперь которые говорят что секта тоталитарная я только подниму эти решения суда и там не будут суд суд этим решением прихлопнет и все прав личности и вот руководствуясь таким такого то числа суд решил что так признать поручащими честь достоинства или и деловой репутации гнатия лапкина тихоновича сведения распространенные гатарка алтай дальше где вот в образе такого дальше все это было это все документы опять им представляю кто кому надо если интересуется тормозите и просчитаете вот смотрите сколько вопрос так вот теперь что я пишу господи разуме этих клеветников притчи 19 9 уже свидетель не останется ненаказанным и кто говорит ложь погибнет 1 иоанна 5 17 всякая неправда есть грех откровение 21 8 всех лжецов участь в озере горящим огнем и серые римлянам 6 23 ибо возмездие за грех смерть а дар божий жизнь вечная во христе иисусе господи нашим марк 1 1 15 покайтесь и веруйте в евангелие дальше опрос 1600 вы просили разные экспертизы для суда разве не верующие могут дать совершенно объективное рассмотрение вопросов веры понятно какие вопросы задают и ни одного вопроса за 25 лет преподавания я не оставил ни на к не отвеченным какие большие ответы дальше ответ действительно я просил социологическую психологическую и религиевическую экспертизу но ввиду того что за все дальше прочитаете все здесь заявление ходатайство расколеческая церкви тоталитарные все будет опровергнуто судами экспертизу экспертиза прошла слово раскол что означает это не просто так поэтому ну мне уже говорили в суде так как вы больше нас уже знаете я подсказываю подсказываю вот смотри теперь новый вопрос вопрос 1601 если с первого раза ваши наши просьбы не удовлетворяются то стоит ли дальше хлопотать может быть первое решение хотя и от неверующих исходящее было единственно верным повторным ходатайством не нарушаем ли мы замыслы божий о нас ответ а исаак молился 20 лет а не плотстве ревеки и получил ожидаемое евреи просили егова чтобы им вернуться в их землю своих отцов 70 лет и хотя были от царя разные постановления и в их пользу и против них но в конце дела было ими выграно я убедился что молитве нужно быть постоянным и молиться о начатом деле и бог как то все устроит на пользу ваших как то все устроит на пользу наших душ совершенно отстраненно считаешь вот и в деле конфискации у меня фонотеки оценены в 11 миллиардов рублей суд продолжался почти 11 лет и наконец дело решилось в нашу пользу и нам есть теперь где молиться ну и дальше прочитаете чудо какие постановления было об отмене постановления о прекращении и заново все это начало решать это Москва решила там какая-то Снегирева вот я показываю как это было это документы кого это интересует он посмотрит какая тут работа проделана сколько пришлось по судам таскаться но мы сейчас находимся на этом месте никогда руками не три ты затираешь просто а не выкидываешь из себя это отношение к делу дальше еще вопрос вопрос 1599 дали ли вам возможность в печати выступить как уже принято о том решении суда что вы написали в газету ответ и решение суда вынесено это я уже это говорю теперь когда вопрос был другой опять про это я просто протягиваю это можно найти на нашем сайте в решении о суде вот как вот оно где-то кто это пишет постановил постановление от 12.04.2002 года о прекращении уголовного дела по факту распространения заведомо ложных сведений в отношении Лапкина Игнатия Тихоновича отменить возобновить производство по настоящему делу когда первый раз не вырешили я снова подал теперь то отменили прокуратура уголовное дело направить прокурору Октябрьского района города Барнаула для организации дополнительного дознания ну кто это пишет первый заместитель прокурора края государственный советник юстиции третьего класса Змеевский полковник кажется такое звание его было так можно ли несколько раз подавать так когда не решили пиши суд 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 повторная так повторная отмена решений 11 лет это не игрушка ну и все на этом заканчиваем 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 Продолжение следует...